Итак, здравствуйте, друзья. Мой доклад, название вы видите на экране. Ну, начну несколько издалека. Дело в том, что процесс меморизации, он являлся всегда важным направлением в военной истории и носил священный характер. Мы знаем, что в Великую Отечественную войну наши предки ценой миллионов жизней одержали победу над сильным и опасным врагом. Поэтому сохранение памяти о них, о их подвиге является важной духовной миссией и идеологической основой современного государства. В Советском Союзе официально именные списки участников Великой Отечественной войны фактически не публиковались нигде, хотя были составлены огромное количество разных списков. Это были и военкоматы, это были и советы ветеранов. Но предназначение было сугубо утилитарное. Это либо награждение ювелирной медалию, наградой какой-либо, либо это назначение пенсии, пособий и других социальных рынков. Ну и, соответственно, в те годы о составлении полного списка участников Великой Отечественной войны особо не задумывались, потому что были живые ветераны, и каждый друг друга знал, кто где воевал и какова судьба. В 60-е годы политика государства достаточно резко меняется. 9 мая становится рабочим днем. В 1965 году, в 1965 году официально, вернее, не рабочим днем, да и оговорился, не рабочим днем. И интенсивно начинаются устанавливаться памятники и мемориалы по всей стране. Наибольшее количество их приходится на вторую половину 60-70-х годов. Ну, например, это могила неизвестного солдата в 1966 году, Родина Маль в 1967 году была установлена, Алеша в Мурманске в 1969 году, Памфиловцы Дубосекова в 1975 году, ну и наш мемориал Телфронту в 1979 году. К этому времени у общества возникла потребность и возможность установить мемориальный ритм с именами погибших, пропавших в бедности, солдат и офицеров. И в связи с этим актуализировалась задача найти и опубликовать, обнародовать именные списки участников, не вернувшихся с фронта, установить их судьбу. И вот этот проект во всесоюзном масштабе, он начал зарождаться лишь на закате советской эпохи в 1988 году. Именно тогда была предпринята государственная программа, попытка напечатать, создать союзную книгу памяти. В книгу памяти ЕГИ плюс еще появились такие организованные поисковики. В Калуге первая вахта состоялась, и вопередивание командиры поисковых отрядов. Ну а что касается книги памяти, то в итоге она была напечатана, опубликована в 1995 году. И на данный момент в Центральном музее вооруженных сил насчитывается 1600 томов. Этой книги памяти опечатаны, не считая всевозможных электронных вариантов, дополнений и изменений. В МГМИ также в этот же период, то есть в 70-е годы, начинается исследование этого события. И поэтому по инициативе комсомола в феврале 75-го года у нас в институте была организована группа поисков. Руководила этой группой студентка 3-го курса механического факультета Казанбаева. И перед ребятами стояла задача восстановить фамилии студентов-добровольцев, которые в первых рядах ушли на фронт. После того, как информация собиралась, но студенты заканчивали университет, и группа прекратила свое существование. Но были инициаторы на экологическом факультете, на горном, на строительном факультете, и плюс еще сотрудники музея, которые продолжали работать над этим вопросом. Шли годы, материал накапливался, но он не приносил каких-то реальных результатов, реальных плодов, в том смысле, что практики применения отобранного материала не было. Кроме того, появились, назовем так, сепаратистские настроения, потому что, допустим, на строительном факультете появилась своя группа поисков, которая, как цитирую языком документа, не шла на контакт. Кроме того, в итоге в общей институтской группе осталось всего лишь 6 человек, которые работали над этой проблемой, а другие факультеты не делегировали своих представителей. Весной 1976 года в институте был объявлен конкурс на лучший памятный знак погибшим студентам и преподавателям. И тогда же было озвучено, что 249 студентов и преподавателей и сотрудников ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Короче говоря, конкурс выбран, был архитектором Виктором Пономаревым и в итоге появился памятник 9 мая 1976 года, который вы видите с левой стороны. Он в таком виде был открыт, на нем фамилии еще не было, мемориальных досок никаких не было. И только к 1976 году, к ноябрю 1976 года появилась облицовка данного памятника. Причем работы делались с своими студентами и не было фактически материала. 20-ти градусный мороз был, но студенты учились и продолжали делать его. И в ночь на сдачу памятника, с 6 на 7 ноября, студенты вместе с преподавателями работали ночью. То есть в 2-3 часа ночи они облицовывали этот мемориал, но праздник 7 ноября состоялся, и мемориал был вовремя открыт и сдан. Соответственно, при открытии памятника звучали фамилии погибших. Среди них Радий Дмитриевич Анашкин, вы видите подчеркнуто, и Панфилов Антон Иванович. Как оказалось, спустя некоторое время Анашкин, Радий Дмитриевич и Антон Иванович, они выжили. И вот вам доказательства непосредственно на слайде. Вы видите, что в 85-м году Анашкин Радий Дмитриевич получил боевую награду, точнее награду юбилейного ордена Великой Отечественной войны 2-й степени. Вот, соответственно, на этом работа группы поиска не была завершена. Возникла необходимость создать мемориальные плиты и дальше работать над этим проектом. Задача была поставлена к 8 мая 78-го года это сделать, но и плиты к этому времени, собственно говоря, и появились. Вот в таком виде мы практически и будем, на сегодняшний день наблюдаем этот памятник. Соответственно, памятник приобрел такой вот вид, да, и шли годы. Появились новые инициативы, появился в частности поисковый отряд «Феникс», который стал узнаваем в городе, о котором написано много статей, публикаций и так далее. И вот, собственно, задача у нас были разные. О всех проектах я не буду рассказывать, которые мы сделали. Но один из проектов, остановлюсь чуть подробнее, это «Дорога к обелиску». Дело в том, что первые такие пробы пера мы осуществили еще в 2012 году, когда в Наваренке нас пригласили работники лаборатории народной культуры. Вот, и Татьяна Ивановна тоже там была, и проблема состояла в том, что в Наваренке был мемориал, где не все фамилии значились, были искажения фамилий. Всего первоначально 84 фамилии там было, но и в результате наших общих усилий, вот Наталья Игнатьевна, это учитель, которая собирала всю эту информацию, до нас донесла, мы проверяли вместе с сотрудниками лаборатории народной культуры, ну, короче говоря, две плиты еще добавилось и 19 фамилий. Аналогичная работа была проведена в Янгельке в 2018 году, там инициировала эту работу студентка наша, поисковик, и жительница этого поселка Анастасия Коновалова, вот, но там случился казус, в самый последний момент между поисковиками, жителями и мест администрации возник конфликт, и нас отстранили от этой работы, и в итоге плиты были сделаны, установлены, все торжественно было открыто, все хорошо, но на мемориале фамилия Коновалова не прозвучала на этом празднике, и плюс еще исполнители ошиблись в фамилиях, вот, ну, мы не контролировали, потому что мы были отстранены, и еще, повторяю, от этой работы. Ну, и, кстати говоря, удивляюсь до сих пор, что данный мемориал стоит на частной земле, то есть мы пустик не можем посадить на этом месте, мы плиточку не можем положить, потому что это частная земля. До такого дошло в 90-е годы. Ну, и вот последний наш проект, когда лета, в 2019 году, я обратил внимание на мемориальные плиты МГТУ, где были имена с подозрительным звучанием фамилий, например, вот вы видите, звучит Амипров, как-то не по-русски, даже не по-татарски, не по-башкирски, непонятно как, в общем-то, закрались сомнения, что на этих плитах все честно и все правильно. Соответственно, в итоге было подсчитано, что на плитах 93 фамилии, это и сотрудники, и преподаватели, и студенты, погибшие на фронтах, ну, так, по крайней мере, утверждается, да, на этом мемориале. И, казалось бы, ничего не проще пойти в архив, найти эти фамилии, ну, и, собственно, сверить с мемориальными плитами. В результате двухнедельной работы мы увидели вот такую картину. Вы видите приказ об осуществлении студентов в связи с выбытием в Красную армию, и вот вы видите, что фамилии полностью, а имена отчества, они сокращены. И где их полностью найти, для нас оказалась большая-большая загадка. Следующим шагом стало сверх списков с архивом Министерства обороны. И в результате часть судеб наших коллег, студентов, фронтовиков были установлены. Следующим шагом это была проверка монографии Владимира Викторовича Филатова. Он работал над этой темой, и она нам очень помогла. Потом мы приступили к изучению газеты за кадры, магнитогорский металл, где выясняли эти судьбы фронтовиков. Также мы использовали архив горного инфомата. И казалось бы, уже все, но тут вот пришла неожиданная новость. Инаса Александровна, председающая музеем нашего, подарила в пользование архив группы поисков, которая как раз-таки и занималась расследованием этой ситуации. И, конечно, тот богатейший материал, который у нас оказался в руках, он был, естественно, важным. Мы все проверяли, мы все исследовали. Таким образом, в ходе работы над проектами мы нашли множество источников, различных архивных, публицистических, научных, которые позволили нам в итоге сделать следующие выводы после исследования всего этого процесса. Из 93 фамилий, которые значатся на блюдах у мемориала МГТУ, 32 человека действительно мы можем подтвердить и сказать, что погибли и пропали в бедность. Остальные либо выжили, вот вы видели 35 человек, и это тоже документально подтвердено, либо мы, 24 человека, 26, не установили судьбу. Мы никак информацию, ни в каких архивах, ни в каких источниках просто не могли найти. Еще один момент, что на мемориале оказалось 13 случаев, где были ошибки, неточности в написании. Ну, вот, в частности, такой ошибкой вы видите Милентьев Петр Александрович, 1904 года рождения. Эта фотография сделана уже после войны, она оказалась в военкомате. Магнитогорского военкомата, мы перепечатали ее, ну, вот, а на аспект, на мемориале он занесен как погибший человек. Видите, также подчеркнута фамилия Титчель. На самом деле это допустили ошибку в гравировщике, потому что фамилия звучит Тигеля. Тигель Морис Яковлевич, еврей, украинский еврей, который работал у нас в МГТУ, но судьба уникальная, там о нем можно тоже еще рассказывать и рассказывать. Ну, и причем, можно сказать, что еще один вывод, что мы отследили еще книгу памяти, соответственно, и мы сейчас с уверенностью можем сказать, что на сегодняшний день книга памяти не является достоверным источником в установлении судьб людей, потому что мы приводим пример, опираться на нее практически невозможно, это только в крайнем случае. Вы видите примером Даршикова книги памяти в Магнитогорске. Обратите внимание, Абдрошитов, Абдрашитов, Валей Шакирович, Валей Шарипович, Валей Шаберович и так далее, и так далее, и так далее. Это все разные источники. Поэтому здесь вопрос каноник. Что касается архивного материала, то после обработки мы обнаружили, что 32 фамилии не были включены в список погибших, сотрудников, студентов и преподавателей, и, конечно же, они не были заключены на эти мемориальные доски. Судьбу 81 человека мы так и не установили. Это пока что невозможно, из-за того, что сокращение имен и отчества до одной буквы. Во-вторых, это не наши были студенты, в том смысле, что они призывники. Они могли призываться из Агапского, из Верхневлальского, из Кизинского районов. Ну и, в общем-то, там еще один небольшой момент такой, что при входе в наш университет мы видим доску, мемориальную доску, чугунную доску, где написано, что это сотрудники университета. Среди них оказался Огородников Юрий Иванович, он студент. И у меня возник вопрос, а почему его нет на мемориальной плите? То есть те преподаватели, которые здесь есть на чугунной плите, они звучат на мемориальной плите там, а Огородникова почему-то нет. И, соответственно, вот как так оказалось, для меня оказалось большой-большой загадкой. Об Огороднике Юрий можно тоже, в общем-то, рассказывать очень много, героический студент. Ну и, наконец, главный итог, что судьба 81-го человека, она остается до сих пор неизвестна. И мы можем утверждать, что в информатуре было призвано и мобилизовано не менее 420 студентов, преподавателей и работников МГМИ. Эта цифра существенно отличается от ранее озвученных 249 и 330. Продолжение следует...